Добрый день! Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии Натальи Игнатенко. Сегодня в нашей стране означается самое масштабное национальное свято – День незалежности Республики Беларусь. В Гомеле урочистости начались шесть по голонной улице города, в делу, которым приняли больше, чем 5000 человек. Под обязанностью в репортаже Настаси Кучинской. Шесть в День незалежности – завсюду урочистое яркое падение. Многие гомельшане в выходный день специально прошнулись ранее, как поспеть до его початку. Одну в якости глядачу, иншую в якости удельников. Ветераны – представники областных, городских уладов, громадских организаций, працонных коллективов и молодь. Около не ты, кто отдаёт в этот день повагу памяти вызволенцам Беларуси, и ты, кто зараз гонорится своей родимой и ей незалежностью. Для многих это вельми особистая свято. Это моя мама. Она партизанка. Я чту её память и чту её усилия, которые направлены будут на освобождение нашей страны. Завершается святочная шесть и церемонию складания вянковых кветок даме мэрияла «Вечный огонь на площади працы». Тут подчас митингу згадывают героичные и одночасово тяжкие сторонки истории гомельшаны. Новым этапом развития нашей страны стали годы независимых. За 25 прошедших лет многое изменилось. Мы окреплены как страна и как единая нация. И это великое чувство помогает с каждым годом улучшать нашу жизнь. Закрыл официйный участок у святкования Дня незалежности у Гомеля святочный концерт. Организаторы взробили свое особливое тетарализованное деяние, якое длюстровое не только творчий потенциал гомельшины, а и ей историю. Мне праздник очень нравится. Это праздник нашей страны. Очень светлый, хороший, добрый. Поэтому я в восторге. С праздником поздравляем! Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Протягнулись тематичные мероприемства из на годы Дня незалежности Республики Беларусь и у кинотеатра имя Калинина. Тут грамадзянско-патриотичная акция была организована суместно коммунальным монетарным предприемством «Кинотаур» и белорусским военно-гисторичным клубным объединением «Гонор Мундира». На открытой пляце у целя кинотеатра ветеранов и усих присутных сустракала выстава военной ретро-техники, амуниции и узброение часов Великой Чинной войны. Побач разместилась и экспозиция с документальными фотосдымками солдат, офицеров и мирного насельництва, які и отважно змагалися с ворохом. Подчас проведения патриотичной акции у кинотеатра имя Калинина усежедаюча таксама змогли подчастоваться с солдатской кашей и горбатой. Финальной часткой мероприемства стала демонстрация фильма «Беларусь. Документальная история». И наше предприятие, городское кинопредприятие «Кинотавр», отдавая дань памяти тем воинам, нашим дедам, прадедам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили на этой великолепной синяокой белорусской земле, мы организовали вот этот праздник в нашем кинотеатре имени Калинина. Здесь есть и солдатская каша, и выставка боевого оружия, боевой техники. По целым, с нагодой святкования Дня незалежности Республики Беларусь у Гомелии разгорнулася саправды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа. По улице Ланге и Белецкого, на приклад, организована свята «День вышиванки». Яну включила выставу-презентацию товаров и послуг «Беларусь. Гэта якость и стиль». Ретроэкспозицию «Живуть рамюствы проткау», демонстрацию моделя у Адзенни, сучасных дизайнеров, национальной стилистыцы, обрадывая гульни, майстер-классы и шмат інших оригинальных тематычных пляцовок. Святочная программа «Зара» разладзится переважно на открытых участках города, тем больше, что на двор я сприяю гэтаму. Приглашаем всех пройтись по всем нашим площадкам, которые будут организованы до 3-5 часов в центральной части города. Мы приглашаем на праздник «Вышиванки». Впервые в этом году в рамках Года культуры запланированы такие мероприятия. Это улица Ланге, улица Белецкого. А во второй половине дня мы приглашаем всех в районы. Это зона отдыха бруды в Новобелеце, это проспект «Космонавтов» в Железнодорожный район, это, безусловно, и микрорайон Костюковка в Железнодорожном районе будет также организована площадка. И, конечно же, Любинского озера в Советском районе. По традиции, яскравой финальной кропкой святкования Дня незалежности Республики Беларусь в 22.01.50 хвилин станет акция «Спяем гимн разом» на пляцу целя ледового палаца. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем оформляют салюты и фейерверки. Млявничное пиротехничное шоу протягнется не меньше 7 хвилин. Даречу, День незалежности фейерверки успыхнут над святочными пляцовками и в районах города над Сожем. Даречу, и цикаво отпачить могут и спортивные аматоры. У Гомеле проходить другий этап открытого чемпионата Беларуси по водно-моторным спорте. Гонки отбываются на акваторе Волотовского озера. Первый этап чемпионата отбывся в Бресте. Там гомельчане без узнагород не засталися. Золото в классе «Скутеры» завоевал Александр Крупский. Змагается за перемогу Йон и на гомельском этапе. Акватория Волотовского зручная для спортсменов, а их у Гомель приехало больше за 30. В гонках принимают удел представники пяти городов республики. Спаборничают Яны в некоторых классах водно-моторной техники. Учера у программы были заезды по схеме 3 по 7. Спортсмены проводили по 3 кольцевые гонки на дистанцию 7 миль. У залейки шли выники лепших двюх. Сегодня у программы индивидуальные заезды на 10 миль. Дорога, животно-моторный спорт у нашей краины зараз переживает другое народжение. У советские часы беларусы были одним из лепших в свете. Первая гонка в истории суверенной Беларуси отбылась в 2007 году. В 2008 году была створена Республиканская Федерация. В этом году выходим на новый уровень развития водно-моторного спорта. Готовим хорошие площадки. Обязательно, чтобы в Бресте подготовлена хорошая площадка. В Гомеле с помощью администрации подготовили старт. Потому что на следующий год будем обязательно приглашать в массовом порядке спортсменов из-за рубежа. Польша, страны Прибалтики, Россия, Украина. На следующий год будет больше, лучше, красивее. Много будет международных спортсменов. Но, естественно, нужно будет намного лучше еще готовить, как говорится, трассу, дистанцию, обслуживание. Потому что, чтобы показать достойный уровень проведения соревнований для международных спортсменов. На передодании святкования Дня незалежности Республики Беларусь приемный подарунок отрымали усе автомобилисты краины. Подышла до завершения реконструкции автодороги М5 Минск-Гомель на участку Жлобин-Бабруйск. Зараз автомобили рухаются там по усих четырех полосах. Подробязности ведая Максим Савин. От Гомеля до Минска меньшим за трых годин и даден официйный старт руху по автодорозе М5. Участок Жлобин-Бабруйск стал опошним этапом реконструкции. Зараз автодорога М5 на всей протяглости от Гомеля до Минска отповедая первой категории. Протяглость участка Жлобин-Бабруйска маль 78 километров. Гэты проект – приклад плённого супрацовненства Беларуси и Китая. Его реализация проходила за сроки льготного кредита экспортно-импортного банка Китая. Генеральным подрядчиком была обрана компания «Споднеобесный». А работа в Эконвале – белорусская дорога-будовники. Мне кажется, что это очень важное событие именно в процессе делового сотрудничества между Китаем и Беларусью. Но это очень успешные совместные проекты, которые мы вместе совершили. Эта дорога как визитка, да, и как визитка Беларусь, и как визитка нашей Китаясько-Беларуського делового сотрудничества. Почали будовництво участка в жнею 2014-го. Завершили на два месяца ранее, чем плановали першопочатково. Сприяли доброе надворье и стабильное финансованье. Львиную долю о маль 50 километров дороги побудовали специалисты Гомельского дорожно-будовничьего треста номер 2. Кажут, что опереджение графика на якости не отбилось. Есть гарантийный срок, он составляет 5 лет. Я думаю, что реально данная дорога должна прослужить как минимум 10 лет. Будовництво вялося по стандартах максимально наближенных до европейских. Выкористовывались самые сучасные технологии, у тем лико распрацованные белорусскими навыковцами, что снизило кошты, не отбилось на якости. Поставками компонентов Осиповерский завод Технаниколь, отдельных компонентов, которые использовались при производстве асфальтовых смесей. Ну а битум, Мозорский завод, Щебень наш, белорусский. Здесь практически нет иностранных материалов. М5 – частка трансевропейского транспортного калидора, який звязывает Черное и Балтыйское море. Заводом у эксплуатации участка Жлобин-Бабруйск по всей протяглости от Гомеля до Минска з'явилася высокохуткосная автомагистраль. Ее пропускная сдольность выросла у разы, а это несумненный плюс у тем лико для Гомельской области. Эта дорога дает прекрасные возможности и для экономики, потому что позволяет быстро, качественно и безопасно перемещать как грузы, так и людей. З усих областных центров зараз только Гродно не связано со столицей высокохуткосной автомагистралью. Однако, чекать засталось и недовго. Работы по реконструкции М6 начались. До строительства этой дороги уже ведется, но вот с освобождением возможностей наших, прежде всего, дорожно-строительных организаций, они будут переброшены, уже перебрасываются на ту магистраль. И вот такая же дорога такого класса, категория это 1В, это одна из высочайших категорий, это скоростная автострада и так далее, будет построена к концу 18-го года и на Гродность. Добрые дороги завсюду были визитной карткой Беларуси. А заводом устроя М5 можно смело казать, что краина, а разом с тым и Гомельская область, значно добавили у своей экономичной и туристичной приватности. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный, у студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги виншуем вас с Днем Незалежности. Об особливостях святкования ягона Гомельщине расскажут корреспонденты телерадиокомпании «Гомель» у наступных выпусках новинов. Ближайший видеоэфир у 15.30.